Доброго времени суток, мои любимые телезрители! Сегодня будет короткое видео с интересной теорией. А именно я попытаюсь доказать, что Нати это Сниффлс. Перед началом напомню вам о группе ВКонтакте. Не забывайте приходить в гости и подписываться. А мы начинаем. Поехали! Я так думаю, что все уже догадались и поняли, что Сниффлс загрузил свой разум в тело Нати. Но я бы хотел остановиться на этом моменте поподробнее. Начнем, пожалуй, с диалога Нати и Евы. Возникает вопрос, почему Ева говорит с Нати как со знакомым, а Нати ведет себя так, как будто знает ее тоже. Умею предположить, что Нати сам по себе не ученый и никак не мог быть с ними знаком или связан. Значит, если это Сниффлс, то как коллеги по научной деятельности, Ева и Сниффлс встречались или хотя бы знали друг друга. Сделая выводы из всех событий, предположу, что Ева была автором технологии по созданию суперсолдат. Но эту тему я подробнее расскажу в следующем ролике. Далее диалог главного ученого и Нати. Опять же, он с ним разговаривает как со знакомым, а Нати, собственно, не атакует и внимательно слушает. Далее, безумный доктор рассказывает про высокие достижения в науке и оказание помощи в научной деятельности. Опять напомню, что Нати никогда не был связан с наукой. Делаем вывод, эта информация была интересна только для Сниффлса. Далее. Мы переходим к монитору, где указана информация по предполагаемой схеме состава Нати. Нам интересен не сам экран, а то, что жесткий диск с памятью Сниффлс был изъят именно из этого компьютера. И, следовательно, если на этом компьютере модулировался Нати, то значит, кроме всех ДНК и конфет, ему загрузили память Сниффлса. И крайнее по этой теме. Если вспомнить трейлер Камнезия 6.5, то мы увидим сцену, где Нати в расстроенных чувствах бросает свои конфеты, стоя на коленях на горке с сахаром. А Сниффлс выныривает из сахара и погружает Нати, собственно, в эту горку. Тут нам толсто намекнули, что Сниффлс сломал и так слабую волю сладкоежки и починил его тело себе. Значит, делаем вывод, что разум Нати никуда не делся, просто он находится в бесконечной сахарной иллюзии. Надеюсь, после сбора всей этой информации в один ролик, теория о том, что Сниффлс это Нати, стала более правдоподобной. Как обычно, ваши мысли жду в комментариях. Переходим к вашим любимым рубрикам. Рубрика «Хочу попасть в видео». Я постарался никого не пропустить и вроде как все желающие находятся на экране. Жду вашей активности под этим роликом. Переходим к вашим выдуманным персонажам. Первое. Прислал Ниригинс. Имя Бэнк. Пол мужской вид. Выживший. Возраст 29. Сила небольшая. Сторона. Нет. Враги. Хеба. Зараженный. Берд. Одежда. Пояс. История. До амнезии сидел в тюрьме и подружился с Бердом, но из-за него испортил себе репутацию, а в амнезии 6. При расстреле он мог сбежать и теперь скитается по домам в поисках еды. Далее. Прислал Генри Кларк. Просто имя старший лейтенант Генри Кларк. Без... Описания. Далее. Прислал Армакс ХТФ Амнезии. Имя Полина. Тоже без описания и без истории. Ладно, ребятушки. Будем на этом заканчивать. Я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться, ставить лайки, бить в огроменный колокол. А всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok